А вы любите звуки кухни? Надевайте наушники. Сегодня будет кукинг с моими комментариями. Итинг тоже будет, чтение ваших комментариев тоже будет. А пока наслаждайтесь звуками кухни. Сначала нужно удалить вот эту кочерыжку. Обычно я варю такой вилок в большой кастрюле с водой, а сейчас я решил попробовать сделать это в микроволновке. Она не такая большая, вилок еле залез в ней и поставила ее на 10 минут. Моя микроволновка останавливается несколько раз каждый, по-моему, три минуты. И она мучилась с ней. Все же добила этот вилок. Дальше вы видите. А сейчас мы сделаем фарш. Я купила килограмм фарша, 500 грамм говяжьего и смешанного домашнего, там свинины и говядины, чтобы голубцы были сочные. Без одной говядины они суховаты бывают. Вот это говяжий, а слева домашний, с небольшим содержанием свинины. Я перемешиваю фарш в перчатке, потому что потом долго руки отмывать от жирного фарша. Не хочется пачкаться. Фарш обычный. Мясо, лук, чеснок, соль, перец. Больше ничего. А еще нужно отварить 150 грамм риса и все тщательно перемешать. Рис не должен быть переваренным, но и сухим он тоже не должен быть. Если фарш такой плотный, можно немного добавить бульона или просто воды. Такие звуки. Почему я люблю звуки кухни? Потому что в детстве привыкла. Сидишь, играешь игрушками, а мама что-то готовит. Возится, постукивает чашкой, ложкой в стол. И я намеренно сохранила в этом ролике все звуки, почти все звуки. Чтобы вот так вот послушать их. Но прошло время. Можно разбирать вилок. А он очень горячий. Я видела в интернете ролики. Там люди говорят, что несколько способов. Можно вилок заморозить, можно сварить в кастрюле. Можно на микроволновку засунуть. Но никто не показывает конкретно, какой эффект, например, от микроволновки. Поэтому я решила подробно показать, как он разбирался. Вот первые два или три листочка отошли. А дальше вилочек не очень хорошо поддавался. Поэтому я решила, что нужно его еще подержать немного. Минуты три. На микроволновке. Да, вот еще недостаточно. Тут надо приноровиться. Вот так сильно нельзя раскручивать. Лучше вот с корешка чуть-чуть поддавать вот так. И листочек тогда отходит. Да. Большой вилок очень тугой. Я думаю, если бы вилок был зеленый и не такой большой, то можно было бы два вилочка взять и разобрать на листочке. Было бы проще, чем такой тугой, огромный вилок. Вот еще один заход. На этот раз, видимо, вилок очень хорошо прогрелся изнутри. Не сразу я приноровилась к ним. Вот так вот от корешка, поддавая вилочкой, он снимается легче. И чем дальше разбираешь вилок, тем он все горячее к середине. И, соответственно, к середине вилки разбираются уже легче. Почему-то такой эффект микроволновки. Когда делаешь в кастрюле, то наоборот. Каждый раз приходится следующие уже листья погружать в кастрюлю. Да, у меня там на плите закипает вода в кастрюле, потому что я все равно... Мне пришлось эти все листья еще чуточку проварить в воде. Минут по пять. За два раза все листья, которые я отделила, я проварила в этой кастрюле. Хоп, хоп. Самое сложное приготовление голубцов, это как раз раздемка капусты на листья. А вот видите, какие они тугие, поэтому их придется еще отварить. Иначе они не согнутся. Ну все, кажется. Вот это были крупные листья, а остальные уже идут средние, не очень большие. Все. Такой вилок можно положить в холодильник и использовать в следующий раз. Кстати, замороженный вилок очень хорошо. О том разбирается. И его даже варить не придется. Вот видите, треснул. Поэтому надо варить на пять минут. Доставала горячее и прикрывала, чтобы они еще доходили. Все. А теперь будем делать голубцы. Самое интересное. Вот такие большие листья я разрезаю пополам. Из них очень ровные, красивые получаются голубцы. Одинаковые, среднего размера. Черешки отрезаю грубые. Половина капусты. Я разобрала. Половина осталась. Можно еще потом разбирать. И у меня получилось около 30 голубцов. Одиннадцать штук я приготовила, а остальные заморозила. Очень легко. А так они красивые, ровные. И ничего из них не вываливается. Обожала всегда смотреть, как мама готовила голубцы. Она так ловко это делала. Я могла просто сидеть и смотреть, как она все возится и возится на кухне. Ну и конечно эти звуки. Звуки кухни. Только сейчас я узнал, что это оказывается ОСМР звуки, которые способны расслаблять тебя. Включаешь такую роль. Ложишься. Надеваешь наушники. И расслабляешься. Слушаешь звуки. Вспоминаешь детство. Да? Да. Смотрите, какие красивые, ровненькие. Они не слишком толстенькие, чтобы приготовились быстрее. Я их в печке готовую 30 минут. Нужно обязательно обжарить по 2 минутки. А знаете для чего? Чтобы капуста стала сладковатой. И тогда голубцы особенно вкуснее получаются. А если их не обжаривать, они получаются просто как вареная капуста. Не такая. Ну вот, пару сковородочек я обжарила. Нам с Дашей хватит. И на ужин, и на завтрашний обед. Остальное морозилка. Я слепила где-то 28 каудцов. У меня остались еще листья. Я их всех сложила в мешок и заморозила. И тот качан, который я не до раза брала, я тоже заморозила. В следующий раз я просто возьму фарш. И могу очень быстро сделать голубцы. Потому что капуста у меня уже будет готова. Дальше голубцы можно продолжать готовить в этой же сковороде. Залив их каким-нибудь соусом. Сметанным, майонезным, томатным. С какими-то травами, овощами, приправами. Все что угодно, что вам нравится. Я готовлю сейчас их в духовке. Буду готовить. А когда мне нужно быстро поджарить несколько голубцов, то я их именно делаю на сковороде. Залив каким-нибудь соусом. Вот оставшиеся голубчики я заморозила. Теперь надо приготовить такую овощную подливку из лука и моркови. С томатной пастой, чесночком, солью. Добавляйте туда все что вы любите. Вообще, сколько хозяек, столько наверное рецептов голубцов. Каждый что-то привносит свое. Кто-то кладет вот в эту зажарку перец болгарский сладкий. А кто-то даже такую зажарку кладет в фарш для голубцов. Ну, я готовлю классический рецепт. Фарш должен быть сырой, сырым луком для сочности. А подливкой служит вот эта овощная приправа. Ну, зелень, конечно, не обязательно убивать пережаркой. Но для вкуса, когда у меня много зелени, я кладу и в эту зажарку, и потом свежую зелень посыпаю прямо на блюдо. И приправляю его сметаной. Ну, сейчас печь. 200 градусов. Печка уже греется. 45 минут эти голубцы готовились у меня. Они не очень большие, не очень толстые, как вы видели. Поэтому за 45 минут как раз они хорошенько приготовятся. Кушать все это мы будем во второй части ролика. Я буду есть, разговаривать, болтать с вами. А потом мы попьем чай с мармеладками. И я продолжу читать ваши комментарии. Очень вкусно. Обожаю голубцы. Это мое самое любимое блюдо. Ну все. До встречи во второй части. До встречи во второй части. До встречи во второй части.